В некоторых фильмах о Вьетнамской войне есть кадры, на которых отчетливо виден туз-пик. Карта нарисована на военной технике или прикреплена каском солдат. Странная традиция до сих пор вызывает вопросы. Что означает пиковый туз? И зачем игральная карта понадобилась военным? Действительно, обычай крепить каски пиковый туз особенно распространился среди солдат США во времена Вьетнамской войны. Однако игральные карты появились в армии гораздо раньше. Пиковый туз был найден на танках, самолетах и другой военной технике еще во времена Первой мировой. Сохранились фотографии, на которых туз-пик нанесен на обшивку британского тяжелого танка Марк-1 и итальянского самолета Капрони. В качестве своеобразного украшения боевых машин использовались и другие карты различных мастей или значений. Во Вторую мировую традиция получила еще большее распространение в американской армии. Игральные карты использовались для того, чтобы распознать солдаты по принадлежности к тому или иному воинскому формированию. У немцев пиковый туз и вовсе стал эмблемой 53-й истребительной эскадры Люфтваффе. Карту, символизирующую господство в воздухе, по трафарету наносили на обшивку Мессершмитта. Во времена Вьетнамской войны американские солдаты стали не только рисовать пиковый туз на технике, но и размещать карту на касках или просто носить с собой. Доходило до того, что американцы переправляли во Вьетнаме целые грузовики карточных колод, состоящих из одних лишь пиковых тузов. Простые белые коробки с картами подписывались весьма таинственно — секретное оружие. Догадаться, что находится внутри, было непросто. Часто рядом с мастью пик на картах изображались черепа, кости или коса. Иногда карты снабжались зловещими девизами на английском и вьетнамском языках. Все это было не случайно. Американцы верили, что их противники, вьетнамские солдаты, панически боятся изображения пикового туза и считают его символом смерти. Боятся до такой степени, что бегут, лишь увидев карту. Туз и пик, по мнению военных США, обладали какой-то магической силой. Иногда американцы пытались зачистить территорию, просто разбросав карты по земле. Предполагалось, что враг устрашится и уберется во своясе или не решится атаковать. То есть, по сути, пиковые тузы были своеобразным психологическим оружием. С другой стороны, солдаты Янки считали пиковый туз символом собственной удачи и своеобразным оберегом. Солдаты крепили туз к каске, надеясь, что он защитит их от врага. На самом деле, в начале войны вьетнамцы даже не подозревали, что боятся пикового туза. Поначалу карты вызывали у них лишь недоумение. Со временем вьетнамские солдаты действительно начали опасаться пикового туза, но только лишь потому, что понимали – враг где-то рядом.